На самом деле, честно скажу, не буду, как все, говорить, да, я не писатель, я где-то в классе в десятом я знал, что я буду писателем, вот вообще сто процентов. Я написал сочинение, и учительница наша по литературе, Татьяна Петровна, она сказала, ну, я понимаю, конечно, но нельзя писать так хорошо по содержанию и делать десять ошибок в четырех словах. Я так, ну, она говорит, нет, нельзя, вот все хорошо, вот я тебе ставлю пять-три только потому, что у тебя очень хорошее содержание. Я говорю, да, спасибо, все нормально, и потом появился Word, я сказал, все, я буду писателем. Вопрос решил, я становлюсь им. Ну, естественно, решив стать писателем, я думаю, надо же получить писательское образование. Я, это был, я не помню, какой год, 94-й, может, 95-й, начал я искать, где же, где же это учат-то писатели, где-то же должно же быть такое заведение. Я нашел его в Петербурге, какой-то литературный институт, университет. Я им писал письма, от руки писал письма им, возьмите меня, пожалуйста, в писатели. Они мне отвечали, да вот вы нам позвоните, приедьте, может быть, надо попробовать. Ну, короче, я им в итоге, письма ходили долго, это же не электронная была почта, это же марочки. Реклеил, там отправил. Мне ответ пришел где-то в феврале, я писателем хотел быть очень, я в феврале им позвонил на телефон, как сейчас помню, пришел на какой-то там переговорный пункт, набрал их. Там мне отвечает женщина очень таким томным голосом, алле, я там, все, февраль месяц, я писателем хочу быть, давайте, берите меня. А она так мне отвечает, скажите, пожалуйста, молодой человек, вы хотите разбираться или писать? Я говорю, писать, тогда вам не сюда, поступайте в медицинский институт, все писатели хороши именно оттуда. Я ей положила трубку. Ну, я так, ну, в общем-то, собственно, ну и все. Ну, а потом скоропостижно в полтора года, ну, чуть больше случился у меня Фейсбук, в котором что-то начали скоропостижно писаться посты, ну и нормально, первая книжка получилась, естественно, из постов в Фейсбуке. То, о которой говорил Макс, я работаю на кладбище, я там действительно работаю, это маленькие такие зарисовочки. И вспоминания, наблюдения за заказчиками, клиентами, за ситуациями. Ну, а две другие написал с перепугу исключительно только потому, что очень мне не хотелось остаться писателем одной кладбищенской темы. Вот я вот вдруг понял, все, капец, если это, куда, куда следующее, куда, надо быстро, сразу, сейчас, иначе все, иначе все. Код клейму уже приклеили, это блогер-могильщик. Ну, стоматолог, папа, осталось только... Ну, стоматолог, он же посредник, это последняя инстанция перед приходом к тебе на основную работу. Осталось еще заклеймить себя чем-то таким, вот там, не знаю, на спине написать. Блогер-могильщик, ну и нормально, в общем-то. Поэтому бросился моментально сразу писать, и стоматолога написал за, не знаю, недели за две, наверное, последнюю книгу, которая больше стоматолога раза в четыре, наверное, месяца за полтора. Просто вот написал, отдал все. Давайте, печатайте, срочно печатайте, пока не заклеймили. А что за книга хоть? Про патологоанатомов, нет? Последняя называется «Великий побег». Ну, вот, с моей точки зрения, ее называют, те, кто прочитал, мистическим детективом, с моей точки зрения, это когда стоматолог все-таки там скрестился с книжкой «Я работаю на кладбище». Вот они вот так вот сошлись вместе и родили «Великий побег». Вот, собственно, вот. Ну и все. Что еще сказать? Все?